Друзья, всем привет! Меня зовут Юлия, и сегодня я с огромным удовольствием расскажу вам про лучшие книги, которые успела прочесть за последние пару месяцев. У меня получилась достаточно разнообразная подборка. Здесь и более классическая фэнтези, и классика фантастики, и прекрасный детектив, и книга, от которой я просто сгорела, я думаю, вы уже по обложке это поняли, и произведение, которое занимает сейчас особенное место в моем сердце, и оно вошло не просто в список любимого фэнтези, а вот в список самого лучшего, что я читала за всю свою жизнь, а не только там за время ведения канала, и уж точно не только за последние месяцы и годы. И перед тем, как я перейду к этой восхитительной подборке, минутка не книжной, но также мною любимой и полезной информации. Одна из постоянных тем, про которые я с удовольствием рассказываю на канале, конечно же, помимо книг, это разговоры и мои советы по поводу парфюмерии. Я сама огромная поклонница, мне нравится исследовать новинки, знакомиться с новыми фирмами, что-то для себя интересное открывать, и лучший способ, чтобы познакомиться с чем-то новым, это вот такой формат аромабоксов. Если вы про них еще не слышали, то это вот такие коробочки с миниатюрами по полтора миллилитра, и этого объема идеально хватает, чтобы разносить новый запах, попробовать, насколько комфортно вы себя в нем ощущаете. Ну, это примерно неделя-полторы ежедневного использования, мне, по крайней мере, вот настолько хватает. И аромабоксы бывают самые разные по наполненности, есть с конкретными фирмами, есть с конкретными нотами, даже под настроение и даже под знаки зодиака. И у меня в качестве первого обновления парфюмерного гардероба в этом году аромабокс с древесными нотами. Здесь 8 ароматов, и я хочу рассказать вам про два своих любимых, причем один из них это ателье колонь кедр атлас, с которым я и раньше была прекрасно знакома, и когда я его увидела в составе, я поняла, что мне хочется еще раз его поносить, еще раз о нем вспомнить. Несколько лет назад он у меня был полноформатный, в течение лета я с ним не расставалась. Это такой свежий, чуть цитрусовый и чуть, конечно же, древесный запах. Мне кажется, вот на весну, чтобы создать себе легкое настроение, он идеально подходит. И второй аромат из этого бокса, который определенно запал мне в душу, это Мансера Витивер Сенсуэль. Мне вообще нравятся ароматы от этого парфюмерного дома. И вот этот запах, когда я только брызнула его на блоттер, показался мне, ну вот таким, прямо в лоб мужским. Но когда я его попробовала на себе, как раз почему и нужны миниатюры, почему важно на себе пробовать, я просто от него была в восторге, потому что он раскрылся теплее, и вот эти древесные ноты были не такими резкими. И вот из всей коробочки, чтобы я приобрела себе в полноразмере, это определенно был бы Витивер от Мансера. И если вы тоже хотите приобрести аромабокс, то сделать это можно в интернет-магазине rendezvous.ru. Там очень удобная система навигации и подробности про ароматы. И, конечно же, приобрести можно не только духи, но и косметику, и ароматы для дома. Все только оригинальное, плюс действуют скидки, так что обязательно заглядывайте. И, конечно же, у меня есть для вас и мой личный промокод 10books, который подарит 10% скидку на заказы от 2500 рублей. Всю дополнительную информацию, промокод, конечно же, ссылочки вы найдете в описании к этому видео. Честно вам скажу, я даже не припомню, когда я в последний раз перед подборкой с прочитанным, перед ее съемкой, чувствовала такое воодушевление и вдохновение, потому что я действительно эти книги выбирала из всего массива прочитанного. Вторая часть, скорее всего, выйдет на бусте. Там книги уже не столь приковывающие внимание, но тоже очень интересные. Туда тоже советую вам обязательно заглянуть. И начну я с произведения. Вот не буду затягивать, не буду нагнетать до него атмосферу. Это книга, которая войдет в список моих самых любимых, вернее, уже в них вошла. Это Питер Бигл и его «Песня трактирщика». Небольшая предыстория, которая дает вот добавочную стоимость для меня этой книги. И мне ее впервые посоветовали во время Октябрьского мистического марафона. Я у кого-то прочитала отзыв, потом встретила еще рекомендацию, что Юля, тебе как любителю фэнтези, обязательно стоит на нее обратить внимание. И я слышала имя Питера Бигла в связи с его книгой «Последний единорог». Или на русском есть еще вариант перевода «Последняя из единорогов». Но я до нее так и не добралась. А здесь у меня книга была, ее давно не переиздавали, и она у меня была в виш-листе. И вот огромное спасибо Ане Bookspace, которая из всего моего виш-листа на Новый год выбрала именно ее в подарок. Я читала ее с огромным упоением. И вот знаете, как иногда бывает, книга и так тебе понравилась бы и сюжетом, и персонажем. И сейчас я вам про все расскажу. Но я ее еще и начинала читать вот в особенном расположении духа, в особенном настроении. И она навсегда мне вот именно этим старым изданием будет напоминать новогодние праздники 2024 года, саму новогоднюю ночь, когда я ее распаковала. У меня, кстати, на канале вышла распаковка, где я как раз впервые эту книгу из подарка и достаю. И вот все это новогоднее волшебство, все это настроение, я начинала ее вечером 6 января. Я когда начинала читать эту книгу, мало того, что очень четко связала ее вот со своим внутренним настроением, так я еще и запомнила атмосферу, приглушенный свет, то, что завтра Рождество. Такой вот у меня, не знаю, мир и праздник был на душе. И тут я еще и получаю потрясающую историю. Ну, книга просто получила невероятную эмоциональную от меня привязку. В целом, если про нее рассказывать, это достаточно классическая фэнтези, где в основе конфликт добра и зла, противоборство магов. И давайте как раз более конкретный рассказ про эту книгу. Я начну с сюжета образующей линии, обозначу ее так достаточно сухо, а потом расскажу, за что же мне все это так понравилось. В мире магии этой книги существует такая особенность, что крутой, сильный маг, у которого там множество учеников и последователей, человек, действительно наделенный магической властью и силой, обязательно должен уйти в умиротворении, в покое, иначе он превратится в жесткого, злобного демона, и этого допустить ни в коем случае нельзя. И вот ученики этого мага, один из них, как раз вступивший на сторону зла, хочет заполучить этого жуткого, злобного демона, и ни в коем случае магу не дать умереть спокойно. И любящие его достойные ученики хотят этому помешать. Вот, в общем-то, это основной конфликт. И наверняка все любители фэнтези сейчас услышали, и если не читали Питера Бигла, подумали, что, ну, это что-то вот прям совсем стереотипно-классическое. Но вот то, как рассказана эта история, атмосфера, детали, персонажи, это делает книгу совершенно уникальной. Во-первых, она похожа на такую сложную мозаику, которая начинает собираться и собирается до самого конца, до последней, одной пятой, наверное, книги, очень-очень постепенно. То есть ты сразу, не сразу выдается, в чем сюжет. Ты встречаешь, ты попадаешь в таверну, в трактир, и как случайный прохожий, странник, слушатель, начинаешь получать историю. И история эта рассказывается очень разными голосами. То есть у Питера Бигла здесь не просто, там, допустим, троица главных героев, у него есть и второстепенные герои, которые тоже наделены правом голоса. И, как вы понимаете, все эти голоса, связанные одной историей, они смотрят на нее очень по-разному. Кто-то с оптимизмом из героической миссии, кто-то вообще не хотел никаких дел с этими магами иметь, и он просто оказался втянут в эту заварушку. И вот со своими там сварливыми или возвышенными устремлениями и характерами герои очень разные. Они слышен, их голос, слышен их темп речи, слышны какие-то вот особенные словечки. Книга, конечно же, еще и восхитительно переведена. То есть ты буквально получаешь этот рассказ из первых рук. И вот я после ее прочтения еще задумывалась над таким моментом, что талантливые писатели, создатели историй очень по-разному и на разные точки давят, чтобы читателя настолько в них погрузить. Вот, допустим, возьму в пример Брэндона Сандерсона, и его бы я назвала таким книжным кинорежиссером, который показывает нам кадр, и он может его переносить там из одной локации в другую. И он вот как действительно талантливый режиссер, талантливый демиург, знает, где нам выдать кусочек мира, где показать диалог, где вставить действия, но все равно ты воспринимаешь это визуально. То есть ты прямо рисуешь себе картины, ты рисуешь персонажей. А вот Питер Бигл, он скорее режиссер озвучки, он скорее такой вот бард или повествователь, потому что он с помощью голоса, с помощью звука с нами общается, и он нам показывает все, по сути, из одной точки. Вот почему песня «Трактирщика», но помимо того, что «Трактирщик» здесь – это один из главных героев, по сути, все дело, ну, 90% крутится и сходится в одну точку, как раз в тот самый «Трактир». И это очень уютная локация, вот она максимально фэнтезийная. И у меня, когда проходил мистический марафон, там как раз тоже последняя локация – это была таверна или «Трактир». И это такое самое вот стереотипное, фэнтезийное место, которое настолько обладает притягательной атмосферой, что где бы ты не встретил его, там, у Патрика Ротфуса или во «Властелине колец», сразу ты понимаешь, что тебя ждет вот какое-то увлекательное приключение, рассказ ты встретишь какого-то бродяжника или странника, который увлечет тебя в приключения, или ты сейчас услышишь интересную историю, как здесь или у того же Ротфуса происходит. И так оно здесь и складывается. И вот если вы не поленитесь собрать эту мозаику, которая не сразу перед вами, вот, картиной выложится, а вы выслушаете каждого персонажа, постараетесь понять его точку зрения, постараетесь вникнуть в его историю, услышать его, вы получите очень интересное произведение. Оно еще, кстати, очень талантливо набирает темп. То есть изначально, ну вот ты просто расслабленно сидишь в этой таверне, в этом трактире, почему мне все время таверна ее хочется назвать, в этом трактире ты сидишь у камина, и вот тебе медленно там где-то бардо отдаленно слышишь. А потом ты погружаешься в эти события, и они начинают развиваться сильнее, сильнее, быстрее. И в конце уже такая прям заварушка плотненькая получается. Я огромное удовольствие от этой книги получила. Персонажи, локация, талант Бигла как рассказчика. Я, кстати, еще узнала, что он, оказывается, имеет отношение к фолк-музыке. И вот вначале здесь приведена баллада в стихотворной форме. И по сути вот она является кратким пересказом всего сюжета. И когда ты его собираешь, ты прямо видишь, как Питер Бигл обыгрывает уже известное. Три дамы однажды явились ко мне. Одна была смуглой, как хлеб на столе, другая с моряцкой ухваткой черна, а третья бледна, как дневная луна. И рассказывается, что с этими, кто эти дамы были и что они с кем сделали. Кстати, еще одно небольшое предупреждение. Книга, несмотря на то, что я бы ее записала вот в самое классическое фэнтези, она 18+, есть одна очень откровенная сцена. Ну и, в общем-то, ну или хотя бы 16+. Но по всем строгостям закона 18+. Когда будете брать книгу в руки, имейте, пожалуйста, в виду, что это не как у Толкина, можно там и в 9, и в 10 лет, ну, в общем, в любом возрасте читать. Здесь все-таки есть и доля жестокости, есть и вот откровенность одна, которую я о ней не знала. А оказывается, эта книга во многом благодаря вот этой супер откровенной, такой вот, ну, вроде фэнтези, не встраивающейся сцены, ее многие как раз за это и знают. Но в итоге достаточно логично по сюжету смотрелось. В общем, просто моя любовь и без лишних слов. Еще одна моя любовь. Вот у меня настолько хорошо год начинался в читательском плане. Я от вас буду ждать тоже обязательно и советов. И напишите мне, какими книгами порадовал вас январь, что бы вы хотели посоветовать, на что обратить мое внимание, или подключаетесь к обсуждению книг. Вот все обязательно прочитаю, на все отреагирую. Конечно же, я говорю про графа Аверина, колдуна Российской империи, про первую книгу вам рассказывала, читала ее в рамках марафона. И вот год у меня заканчивался и начинался с императорского дива. Это вторая часть, которая понравилась мне сюрприз, еще немножечко больше. То есть в ней были все те же потрясающие приключения. И я даже не знаю, если разбирать ее по каким-то составным частям, персонажи, сюжет, динамика, локации, препарировать эту книгу, то даже если что-то одно из нее уберешь, она все равно будет работать за счет остальных составляющих. То есть здесь обаятельные герои, здесь потрясающие именно увлекательные детективные дела. Они иногда начинаются с большой жестокости, как дело, не буду вам даже говорить с кем в первой части, как дело с убийством и с жестокостями над дивами, над волшебными существами из второй части. При этом лично меня вторая часть порадовала пропажей важного императорского артефакта. Я люблю вот всякие, когда волшебные штуки либо пропадают, либо, не знаю, кто-то их крадет, и вот нужно найти, такое а-ля Индиана Джонс включается во мне. Вот здесь тоже такое дело с пропажей было. Плюс это сразу несколько расследований, которые иногда отдельные, иногда переплетаются. Это очень удобная форма вот для чтения, для повествования. То есть ты подключен в расследованиях, но как только одна линия там завершается, ты, в принципе, можешь прерваться и сделать вдох перед следующей частью. Плюс вторую книгу, мне кажется, очень удачно выпустили по сезонности. Она невероятно зимняя. Здесь вот первая часть, первое расследование, вернее, не случайно называется «Рождественские каникулы». Я хотела немножко отложить прочтение, но в итоге увидела, и вот как раз 23-й год заканчивала, буквально там утром 1 января читала это произведение, и тоже оно у меня получило такую очень сильную эмоциональную привязку. Если вы еще ничего не слышали про графа Аверина в двух словах, буквально, это альтернативная история, Российская империя, где существует магия, и больше того, это Российская империя, где переворота в 17-м году не произошло, но сменилась династия, сменилась она во многом благодаря дивам, и дивы – это некие существа, волшебные, магические существа, которых призывают из другого мира и порабощают, они людям служат. И, естественно, служат они не по доброй воле, не дай бог див такой вырвется, хозяину точно не сдобровать. И вот насколько у колдуна, насколько у человека, обладающего магическими силами, велик внутренний вот этот резерв магии, настолько могущественного и важного дива он и может призвать. И вот в первой части наш герой познакомился с Кузей. Я даже не знаю, рассказать вам подробно про этого персонажа или нет, но это див, который может быть котом, который может... Они, кстати, дивы принимают очень разные формы, могут и каких-то там жутких волшебных существ, которых не существует, в принципе, в природе. Могут и в них перевоплощаться, а могут быть какими-нибудь котами, попугаями, ну и прочей живностью. И вот Кузя, герой из первой части, с виду иногда прекрасный кот, но внутренне очень подкалывающий, такой вот саркастичный и я когда... И умный, конечно же. И вот я во время первой части не случайно вспоминала Джонатана Страуда и его Бортимиуса. Там вот система магии с призывом сущностей потусторонних тоже, ну, чем-то мне напомнила. Вернее, колдун Российской империи чем-то мне напомнил Страуда. И вот во второй части я тоже от этого не могла отделаться, потому что нас знакомят с императорским дивом, в общем-то, следуя названию. Это самый могущественный див империи. И я когда поняла, что по сюжету героям придется с ним столкнуться, и вот будет именно этот момент знакомства, там его покажут, в какой ипостаси он явится, я прям вот с замиранием сердца и с детским интересом этого ждала. Настолько автору удается подцепить вот мой меня на крючок интереса и провести по всем расследованиям. В общем, мои аплодисменты. Я вам говорила, что хочу сдержаться и дождаться третью часть в бумаге, но, очевидно, у меня это не получится сделать. Прочитаю книгу в интернете, и потом куплю себе с удовольствием всю трилогию, оставлю на полках. И больше того, вот мне кто-то в комментариях, по-моему, под лучшими книгами года написал, что хочет, чтобы эта серия никогда не заканчивалась, ну или хотя бы была продолжительностью, как архивы Дрездена Джима Батчера, там или Глен Кук, или серия про сверхъестественное, ну в общем, чтобы было много расследований, ну или хотя бы как Фандорин. Вот да, мне хочется того же, мне хочется больше этих героев, мне хочется постоянно ждать их расследований и наслаждаться их компанией. Если я не одинока в своем желании, обязательно мне об этом сообщите. Следующая книга в прочитанном, на которую мне тоже хочется обратить ваше особенное внимание, и прочитала я ее, можно сказать, нежданно-негаданно, это Герберт Уэллс и его «Пища богов». У меня здесь сборник из «В дни кометы» и «Пища богов». Про «В дни кометы» еще ничего не могу сказать, но Герберт Уэллс – очень важный и знаковый для меня писатель, с которого когда-то в целом началась вся моя любовь к научной фантастике. К классической, потом к фантастике 20 века, конца 20 века, к советской, к современной. Ну, в общем, это прямо мои читательские истоки. Кстати, если вам интересно, с чего я вообще начала так много читать, читаю ли я всю жизнь или только за время ведения канала, у меня есть старенькое, но очень актуальное видео. Если вы на канале недавно, я советую с ним ознакомиться, чтобы понимать мою читательскую историю. И вот вспомнив про Герберта Уэллса и его «Войну миров», читая прямо сейчас его сборник «Человек, который мог творить чудеса», про него чуть позже обязательно расскажу, я подумала, что у Герберта Уэллса я хочу и какие-то более его крупные повести прочесть. Вот как раз «Пища богов» – это такое для Уэллса не совсем стандартное размышление, то есть он закладывает в эту книгу очень острые и очень глубокие социальные вопросы и проблемы. Во-первых, здесь можно рассмотреть размышления об ответственности ученых за свои эксперименты и за свои открытия. И вот Уэллс действительно заглядывал в будущее. И рассказывает он нам здесь очень так красноречиво и откровенно на конкретном примере, как любое, даже самое полезное открытие человечество может просто обернуть себе во вред и чуть ли оказаться не на грани истребления. И во-вторых, конечно же, Герберт Уэллс рассказывает нам про ученых, про их моральный кодекс, про именно моральную составляющую экспериментов, можно ли их ставить над животными. Ну, про людей сейчас понятно, никто уже не будет задаваться даже вопросами, но вот в начале 20 века, очевидно, такие размышления были тоже актуальными. В чем же здесь суть? «Пища богов» – это особенная добавка, особенное вещество, которое открывают ученые. И изначально кажется, что это просто какая-то квинтэссенция для того, чтобы избавиться от голода, потому что если эту пищу употребляют, допустим, курицы или вводят каким-то животным, они становятся просто гигантских размеров, великанами, естественно, больше мяса, больше птицы. Ну вот, может прозвучать это очень наивным, но делайте скидку этой книге. Это самое заря научной фантастики. Мысль здесь достаточно простая, вернее, простая по исполнению. Получается так, что эксперимент практически выходит из-под контроля, и людям всех этих животных нужно обязательно уничтожить. Но вот дальше наступает этап экспериментов над людьми. И вот то, как один младенец сначала, ребенок получил дозу этого вещества, потом следующий. Я не буду вам спойлерить, к чему это приводило, и как развивался этот эксперимент. Но можно сказать, что безумие человечества и человека, как ученого особенно, который не имеет каких-то границ и из-за своего непомерного эго может натворить делов, Герберт Уэллс здесь прекрасно показывает. Если вам хочется небольшое произведение, книга здесь, ну, и 200 страниц в ней нет, хочется вот такое размышление человека из прошлого о том, что нас ждет, если человечество не начнет, если ученые особенно, ну, и человечество в целом не начнет пристальнее следить за своими экспериментами, то я вам книгу, конечно же, советую. К разговору про Уэллса мы еще обязательно вернемся, потому что у меня сейчас к нему у самой безумный интерес. Про следующую книгу я расскажу вам с особенным удовольствием, потому что она вошла в список лучших книг, прочитанных в 2023 году. И это Врайан Грейв, «Бегущая могила» Роберта Гейлбрейта. Меня, кстати, спрашивали, в чем суть названия, как-то оно здесь обыгрывается, интерпретируется. В названии здесь словосочетание из Дилана Томаса, можно его перевести, «Когда бегущую могилу несется время по пятам». Я, когда впервые рассказывала про эту книгу, говорила, что для меня «Бегущая могила» это близость к смерти или неизбежность смерти. Но вот по итогу, после прочтения, после знакомства с этой строчкой, я бы сказала, что здесь, ну, такая метафора того, что время человека ограничено, очень скоротечно, и чем бы ты ни занимался, ну, в итоге финал будет у всех один. Достаточно сложное такое размышление, и в целом тема в книге очень-очень непростая. Вот для меня все произведения Роберта Гейлбрейта, и в целом весь цикл про страйка, он все вдумчивее, как в плане расследований, так и в плане социальных проблем, становится с каждой книгой. Это и буллинг в интернет-сообществах, и проблемы там знаменитых людей, и более локальные расследования. Можно ли раскрыть убийство, и нужно ли трогать дела, которым уже десятки лет. Ну, в общем, очень много интересного в этом цикле, и «Бегущая могила» стала для меня вот просто вишенкой сейчас на торте. Я вот уже не знаю, как дождаться следующих расследований, и чем еще Джоан Роулинг сможет нас удивить, потому что здесь исследуется тема сект, и вот она настолько пришлась мне в читательский интерес. Я вам, начиная с марта этого года, рассказываю, как сама заинтересовалась темой современных сект, и тоталитарных, и религиозных, и у меня все это началось просто с видосика на Ютубе. Я случайно наткнулась на рассказ про современные секты, и была просто в шоке от того, что это существует до сих пор, потому что для меня это явление ну вот откуда-то из конца 20 века, из там безумных 90-х, но я не думала, что сейчас это все продолжает существовать. Скажу вам откровенно, когда я думаю, просто у меня мысль возникает, я вспоминаю о том, что в нашем мире существует до сих пор такое явление, как секты, я прихожу просто в какое-то состояние помешательства и бешенства. И вот то, как раскрывает здесь эту проблему Роберт Гейлбрейт, я считаю, с этим должен знакомиться абсолютно каждый, особенно любители детективов, потому что начинается здесь все, ну, как всегда, с такого частного дела. Обращается к Робин и Страйку очень обеспеченный мужчина, который рассказывает, что его родственник попал в такую секту, и дело там и денежное, и, конечно же, проблемы и в самом сыне, который перестал выходить на связь, который все контакты с семьей оборвал, и он как раз находится в лапах секты. И вот здесь мне стоит сделать небольшую оговорку. Я во время прочтения не гуглила, существует ли это на самом деле, или это какая-то придумка Джоан Роулинг. Больше того, я с английского не переводила названия, то есть у меня, ну, вот как я их читала, так я их и воспринимала. Возможно, на русском будут существовать какие-то аналоги, если что, я вам в описании к этому видео обязательно оставлю варианты, как можно найти русский перевод, потому что он делается, возможно, уже даже закончен. И мало того, что главным героям нужно разобраться с этой сектой, то есть понять, что там случилось с родственником, но как только они чуть-чуть к ней приближаются, как только они начинают вот какие-то еще факты про нее узнавать, оказывается, что любой человек, который как-то пытается обличить эту секту, написать про нее книгу конкретно, или провести какое-то журналистское расследование, он сам оказывается там чуть ли не в суде, со страшными обвинениями, и бывает даже погибает. То есть понятно, что это очень мощная организация, с которой просто так не справишься, и вот как раз единственным способом видится внедрение, конечно же, в эту секту. И Робин, напарница страйка, которая должна была провести там изначально меньше недели, попадает туда на гораздо больший срок. И вот описание того, что в этой секте происходит, издевательство над участниками, моральное, материальное давление, вся эта атмосфера, она тебя просто не отпускает. Это тот случай, когда ты читаешь что-то или смотришь какую-нибудь документалку про маньяков, и ты понимаешь, что это ужас, это страшно, но ты не можешь от этого оторваться, потому что помимо того, что это страшно, это еще и страшно интересно. Вот такое чувство я испытывала на протяжении всего прочтения «Бегущей могилы». Тебе кажется, что если вот ты сейчас оторвешься от этой книги, то что-то просто произойдет. Тебе хочется узнать до конца, что все нормально, расследование закончено, Робин вырвалась, выбралась из этой секты, что все расследовали. И, кстати, я знаю, что многим из вас хочется задать мне вопрос, как всегда бывает во время его прочтения новой части этого цикла, а что у Страйка с Робин, что у них там по романтическим отношениям. Я вам скажу так, здесь были и очень приятные моменты и сюрпризы, но и, как всегда, капелька разочарования, потому что Роулинг с нами явно играет, и она прекрасно понимает, что нельзя героям вот дать счастливое настоящее, и, не знаю, там свадьбу и пятерых детей, иначе не будет интересно читать этот цикл. Ну, в принципе, Робин и Страйк, они вообще явно не из тех людей, у кого будет такой вариант семьи. Следующая книга, вот, наконец, я добираюсь до интересненького, и хорошо, что я с нее начала, иначе бы я на Вавилон Ребеки Куанг весь свой запал на рассказ потратила, и у меня бы не осталось дыхания, вот, восторженно рассказывать вам про крутые книги. Здесь мне снова хочется начать с хорошего, и сказать, что я не поддерживаю вот всю ту огромную тонну отрицательных, негативных отзывов. Я с удивлением ее обнаружила, потому что, когда я брала книгу читать, еще было, ну, как-то 50 на 50. Кому-то очень нравилось, кто-то хейтил откровенно. Мне хочется как-то вот в баланс все это привести, и сказать вам и о хорошем, и, конечно же, о том, что мне вообще не понравилось. Я, когда начинала читать эту книгу, давала вам первые читательские впечатления, говоря о том, что здесь крайне интересный сюжет, что Ребекка Куанг все так же, как и в «Опиумной войне», очень увлекательно пишет. У нее динамика, у нее вот тот тип Янг и Далта, который ты просто проглатываешь, поглощаешь, и при этом еще и основан на реальной истории, то есть тебе еще и что-то хочется узнать. Я такое с ноткой историчности, или, может, даже с ноткой интеллектуальности, очень-очень люблю. Но вот здесь, помимо всего хорошего, ощущение, что писательница, я понимаю, что ее саму, как китаянку по этническому происхождению, ее волнуют вопросы расовой дискриминации. И я уверена, что она абсолютно искренно здесь в своих высказываниях, но в итоге что получается, что эта книга унижает всех белокожих людей. То есть если здесь появляется любой белокожий персонаж, он окажется просто мерзавцем, законченным. Здесь даже какая-нибудь несчастная служанка, у которой и так в псевдовикторианской Англии, у которой и так у самой там неправ, ничего нет, все равно обязательно ее в грязи изволяют просто по расовой принадлежности, потому что все англичане это угнетатели, потому что все китайцы, индусы и прочие это белые, пушистые, несчастные, угнетенные. Итак, я вдохнула-выдохнула и обещала начать с положительного всего, что я могу рассказать про эту книгу. Здесь интересная система магии, которая основана на переводах, и плюс все это происходит в мире альтернативного прошлого истории человечества. То есть это околовикторианская Англия, такой колониальный период Англии, он здесь очень ярко подчеркивается. Это Оксфорд всем известный, и «Вавилон», или скорее бы «Вавилонская башня» было логично перевести эту книгу, потому что «Вавилонская башня» это особенный факультет, который и занимается изучением, разработкой, модернизацией этой магии. И вот главное, за что мне как раз хочется зацепиться, за что мне книгу хочется хвалить, это та самая интересная система магии. Меня таким можно покорить, меня таким можно увлечь, и это магия, основанная на переводах слов. Ну, то есть вот одно и то же значение книга, оно, вернее, один и тот же предмет, там книга в твердой обложке, оно на разных языках все равно будет с каким-то вот оттенком звучать. За счет разницы в переводе, вот я сейчас очень запутанно говорю, но в книге это долго, подробно и так планомерно рассказывается, за счет небольшого, иногда крошечного отличия в значении слова, и происходит та самая магия. Физически это выражается в начертании слова на серебряной пластине, с одной стороны на одном языке, с другой стороны на другом языке, и получается, что эти пластины прикрепляют, ну, не знаю, в доме можно повесить, или можно к чему-то прикрепить, и тогда предмет или там пространство получает ту магическую силу, которая в пластине заложена. Англия как раз главный владелец этого серебряного запаса, главный монополизатор, можно сказать, этой магии, потому что вот в этом, в самом Вавилоне, сосредоточение всей этой магии. И как раз зачем им нужны иностранные студенты? Для того, чтобы магия не угасала, для того, чтобы силу иностранных языков, носителей этих языков использовать, и при этом, чтобы они были билингвами, чтобы они и на английском прекрасно разговаривали, и на родном, допустим, китайском. И вот за счет этого, за счет таких студентов, во многом магия и продвигается. И вот книга по поджанру была отчасти Янка Далтом, была по направлению немного и академкой, я ее могу назвать. У нее была интересная, хорошая такая вот преподавательски-оксфордская атмосфера, при этом действие тоже достаточно динамично развивалось. Но вот все, что касается повесточных этих вопросов, я не против них. То есть расовые вопросы, дискриминация любых людей по какому-то признаку, на который они не влияют, это ужасно. Но то, как с этим работает Ребека Куанг, то, насколько она это, ну не знаю, как-то прямо злобно и вот с наездом подает читателю, мне очень не понравилось. И после прочтения книги я, ну вот, как вы видели, я пыталась вам положительное рассказать, то, что мне не понравилось. Но по итогу, вот чем больше я про нее думаю, чем больше времени проходит с момента ее полноценного прочтения, тем больше у меня, не знаю, какое-то отторжение к самой писательнице появилось. То есть я ничего не могу с собой поделать, у меня после книги очень неприятный осадочек. Осадочек, что меня отравили на протяжении всего прочтения. Не знаю, может только я так как-то личностно очень восприняла здесь конфликт и социальную проблематику. В любом случае, Ребекки Куанг в начале весны, по-моему, выходит Yellow Face, где про издательский бизнес, тоже там про расовые проблемы. И вот мне сказали, что там эта тема преподносится гораздо более тонко. Но я сначала думала, что я буду все автора читать, мне понравилась первая ее трилогия. Но вот теперь не уверена, что даже с хорошими отзывами и даже если она поработает гораздо более тонко в этом направлении, что мне вообще вот к западной литературе вот с такой громкой повесткой хочется вообще в целом к этому возвращаться. А вот про следующее произведение я расскажу вам с особенной радостью и с особенным упоением, даже можно сказать. Это Джек Лондон и его «Странник по звездам». И я вам уже рассказывала, что Джек Лондон для меня как-то очень стереотипно в сознании зафиксирован, как автор про животных, Мартина Идена, ну вот таких самых знаменитых своих произведений. Он мне еще почему-то ассоциировался с таким подростково-школьным возрастом. Но в итоге после «Странника по звездам» писатель из полочки с юношеской литературой переместился для меня на полочку. Это нужно прочитать каждому. И «Странник по звездам» это одно из самых сильных и самых необычно составленных произведений о силе человеческого духа и о внутренней свободе. Очень важные темы, которые настолько классно преподносятся. Произведение очень небольшое, но очень насыщенное по структуре. И мне оно больше всего во время прочтения напоминало «Облачный атлас» Дэвида Митчелла. Вот во время его собирания, как бы собирания пазла этой истории из разных разрозненных историй возникает такое чувство до мурашек, не знаю, величия идей человечества и человека конкретно, вот как личности запертой в рамках своего тела и в рамках небольшого пространства. Вот в этом произведении это преподносится в еще более концентрированной форме. Здесь у нас есть заключенный, который однозначно изначально не белый и пушистый. Это человек, который в тюрьму, в общем-то, попал за дело. Но вот дальше усугубление его обвинения и то, что он попадает до конца жизни в одиночную камеру и больше того на нем испытывают, его пытают таким методом, что он находится в смирительной рубашке, это было уже абсолютно несправедливо, не задело. И ему, я вспоминаю, мне аж страшно про это рассказывать, ему приходится найти способ, во-первых, общения, там, перестукиванием, и, во-вторых, овладеть способом путешествовать по своим прожитым жизням, как бы расширяя, трансформируя и играя со своим сознанием просто внутри себя. Ну, то есть, человек, который не может никак действовать, вот все, он лежит в смирительной рубашке. И это настолько страшное ощущение, что он углубляется в себя и начинает работать со своим сознанием. Меня это пугало просто до чертиков. Я ненавижу маленькие замкнутые пространства, там, вплоть до лифтов. Меня это ужасно пугает. Такая, наверное, легкая форма клаустрофобии. А когда я читала, в каком положении здесь оказываются главные герои, мне в некоторых моментах вот физически плоховато становилось. Но при этом истории, те жизни, которые он вспоминает, здесь есть некая, не знаю, не долей магии это называть, но вот как в облачном атласе. Доля игр с подсознанием. Вот так я это обозначу. Герой здесь вспоминает и времена Понтия Пилата, и что-то более современное. И вот в разных исторических эпохах он оказывается, в разных временах, в разных телах. И, конечно же, такое сочетание историй. При этом ты понимаешь, в каких обстоятельствах герой, но вот силе его духа нельзя было не поразиться. Кстати, у этой книги есть вольная экранизация пиджак с Адрианом Броуди. Я ее еще не успела пересмотреть, но обязательно этим займусь. Еще одна книга, которая была прочитана не так уж давно, это «Блошиный рынок» Татьяны Мастрюковой. Вообще, мне про нее стоило рассказывать еще в октябре, но как-то я откладывала, откладывала. И в итоге я настолько накопила пласт ваших отзывов, что это самое криповое, обязательно читай, что вот руки у меня дошли зимой. Но в итоге после прочтения я скажу, что это тот тип литературы, хоррор-литературы, который не особо привязан к сезону. Да, конечно, вот этот спуки сизон, который октябрь идеально бы зашло в следующем году, напомню про книгу, но можно читать, пугая себя по вечерам. Какая здесь история? С мальчиком выходит на связь дедушка, который занимается по блошиным рынкам, собирает всякие антиквариат, особенные предметы, и мальчик как бы продолжает его дело. И вот про каждый предмет здесь дается история, что на самом деле он делает, что за креповейший портрет Есенина. Оказалось, что раньше в домах модно у некоторых было вешать его, и предметы здесь все ну как бы реальные, то есть в советское время там во многих семьях, допустим, можно было их найти, или многие знают, как они на самом деле выглядят. Здесь есть небольшие рисуночки, ну, то есть, которые срисованы с реальных предметов. И вот я никогда не любила всякие блошиные рынки и барахолки, но после прочтения этой книги я и близко к ним не подойду. Та энергетика или та магическая составляющая, которая в них может быть заложена, можно в это верить, можно в это не верить, но после прочтения таких книг просто не хочется с этим иметь никаких дел. Вот что я вам скажу после прочтения блошиного рынка. Если хочется себя попугать, получить вроде как и сквозную историю, но в нее и встроенные небольшие, ну, я их расследованиями не назову, скорее вот какие-то страшилочки. И эти страшилочки связаны историей предметов, которые в итоге попадают на блошиные рынки. Вот я вам, конечно же, советую прочесть. Дальше книга, которая меня очень порадовала в конце прошлого года, это там «Чудеса Кристины Т». И про эту книгу я во влогмасах частенько вам рассказывала. И вот про вообще следующие произведения, которыми я буду завершать сегодняшнюю подборку, я столько про них рассказывала своим друзьям во влогмасах, вот где-то просто упоминала или там в покупках старалась поподробнее рассказать про них, что у меня уже ощущение, что я по десятому кругу про эти книги рассказываю, поэтому постараюсь. Суть понравилась, не понравилась. Ритейлинг Руслана и Людмилы, и вообще это достаточно амбициозная идея изначально взяться за пересказ не «Братьев Гримм», как чаще всего бывает, а Пушкина. И вот что мне здесь понравилось, если сюжет Руслана и Людмилы представить в виде, ну допустим, вот пяти каких-то сюжета, образующих узелков, то вот Пушкин написал вот ниточкой, связал эти пять узелков, а Кристина Тэ в своем ритейлинге, она до каждого узелка, до каждой опорной точки плетет вот какой-то кружево вбок, вниз, вверх, задевая второстепенных персонажей и больше того. Здесь главные-то герои не Руслана и Людмила, а рыжая ведьма, Фира, которая воспитывалась и была практически названной сестрой Людмилы, и вот когда Черномор Людмилу изначально похищает, Руслан отправляется ее спасать, и Фира вместе с ним. И вот с одной стороны здесь сюжетная линия про их приключения, и с другой стороны сюжетная линия про Людмилу, которая оказалась совсем не такой изнеженной девушкой, и вполне она там давала отпоры Черномору, который здесь такой интересный чародей. Здесь была, конечно же, вот нотка Румфанта, я так скажу. Если хотите и любовную историю получить, и приключенческую, и сказочную, и знакомый с детства сюжет, еще и в классном оформлении, я вам посоветую, потому что читалось это легко, увлекательно, но это тот тип ритейлингов, которые я всегда хвалю и очень уважаю. Еще одна книга, которую вот я изначально называла ритейлингом сказки про Бабу-Ягу, про Василису, но в итоге мне ее хочется называть отдельным произведением, просто с использованием славянских мотивов, славянского фольклора, потому что здесь и Кощей, и Баба-Яга, и Василиса. И изначально, начав ее читать, я говорила, насколько мне нравится. Действительно, у Ксении Власовой очень хороший описательный слог, то есть ты буквально чувствуешь запахи трав, чувствуешь запахи леса, там, как падает солнце, все это красиво и создает атмосферу. Но где-то до третьей книги я вообще не могла уловить сюжет, то есть зацепиться за что-то, что держало бы меня в динамике. Вот тут только на ваш читательский вкус. Простите вы это автору и наоборот вас плавно атмосфера в себя погрузит и это только даст плюсов повествованию. Или же вот как мне будет хотеться иногда ну подогнать из их всех, то есть ну давайте что-то вот уже произойдет, давайте действия мне немножечко. В целом было очень даже неплохо. Если хотите Янг и Далт не глупый со славянскими опять же мотивами, если любите Кащея как персонажа, он мне тоже здесь дал плюсов повествованию, то обратите внимание вот если бы из двух книг мне нужно было обязательно что-то оставить на своих книжных полках, я бы все-таки скорее отдала голос за ритейлинг. И наконец еще одна мифовская книга это Владимир Торин и его птицы. Вот про него я просто всем голову пробила, потому что когда меня спрашивали даже кто-то не там в комментариях из зрителей, а просто кто-то из друзей спрашивал что мне сейчас зимнего взять почитать и чтобы это было и увлекательно и атмосферно и книга из новинок чтобы вот с кем-то еще ее обсудить можно было такая она ну не знаю модная что ли ну вот про нее многие говорили то я всем советовала птиц единственное предупреждала что повествование здесь с открытым финалом и будет явно продолжение здесь история мальчика который теряет дедушку при этом происходит это все в неком заснеженном городке с такими очень диккенсовскими вайбами и этот городок очень таинственный и необычный там постоянно идет снег там присутствует некая раса то ли людей то ли птиц кто кем на самом деле притворяется откуда они взялись что у них за противоборство с людьми здесь это все постепенно начинает рассказываться и исследоваться вот книга достаточно объемная здесь и мелкий шрифт и страница 800 наверное до 796 но читалась она очень легко то есть ты попадаешь в этот город ты вместе с мальчиком начинаешь взрослеть ты пытаешься разобраться с этой изначально трогательной историей внук когда ребенок и пожилой человек вот в принципе как-то взаимодействуют для меня это всегда очень трогательный момент и здесь он обыгран вот на все 100 и плюс периодически появляются еще какие-то вот жутенькие места которые не дают тебе расслабиться или заскучать и держат вот эту напряженную атмосферу интриги общей и общей опять же атмосферы и друзья мои подборка моя заканчивается с прочитанным мы не прощаемся у меня еще стопочка книг приготовленная и конечно же следующее видео будет с итогами по вашим запросам отвечу на все ваши номинации книжные и на все ваши книжные вопросы по 23 году увидимся совсем скоро пока